В Париже задержан художник Петр Павленский. С Нового года он был в розыске за нападение с ножом, но нашли его только сейчас, почти сразу после распространения художником интимного видео с участием кандидата в мэры французской столицы отправящей партии Бенджамина Гриво. Тот уже снялся с выборов, но подал жалобу за вторжение в частную жизнь. По французским законам Гриво написал заявление на неуказанное лицо, хотя Павленский сам признал в интернете, что именно он опубликовал это видео. И в воскресенье по этому же делу задержали спутницу художника. Все во Франции уверены, что между этими эпизодами прямая связь, рассказала нам независимая журналистка в Париже Анастасия Кириленко. Дело в том, что 31 января он встречал Новый год вместе с французскими, скажем так, левыми, нельзя назвать даже не челеклавами, но такими радикальными левыми воспитателями. Предполагается, что Павленский вместе с еще двумя людьми действовал уже в распространении порочащего видео. В отношении французского политика Бенджамина Гриво. И видно, арест все-таки с этим связан, потому что на местном розыске был больше месяца, его арестовали не после поножовщины, а после выхода этого видео. Скорее всего, хотя бы вопросы ему об этом зададут, тем более, что возбуждено дело о вмешательстве в частной жизни. И, конечно, всех очень удивило, почему Павленский этим занимается. И во Франции такой небольшой политический кризис, все телеканалы только об этом не говорят. В партии Макрона призывают лишить Павленского убежища. Но уже новая французская девушка сообщает, что она была допрошена. Предполагается, что она как-то тоже участвовала в распространении этого видео. Основная дискуссия идет на тему, допустимы ли какие методы в политике. Уже известно, что даже национальный фронт Марин Люпен и даже ультралевая партия непокоренная Франция Жанна Люка Меланшона, они все поддержали в этой ситуации правящую партию. Вот французский такой есть ультралевый адвокат, он написал констерологическую книгу о том, что во Франции это талитаризм, они вместе с Павленским встречали Новый год. И этот адвокат, Хуан Бранко его зовут, он якобы консультировал Павленского до того, как кто-то выпустил это видео. Очень сложно будет его, конечно, посадить, потому что у него очень много защитников, в частности французов, которые хлопотали о том, чтобы ему дали убежище. И сейчас он объясняет свои действия тем, что этот политик Денджамин Гриво якобы позиционировал себя как примерно семейным, а тут он, оказывается, какое-то интимное видео отправлял какой-то девушке. Кстати, что интересно, Денджамин Гриво лично отвечал за репрессии против Russia Today во Франции, и вот такого книга как спутник. То есть я не говорю, что это связано, данных нет, но вот такого человека вывели из игры. Анастасия Кириленко – независимая журналистка в Париже. Во время драки в новогоднюю ночь Петр Павленский ранил двух человек, поэтому эпизоду ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а за вторжение в частную жизнь – до двух лет. Художник получил убежище во Франции в мае 2017 года после его акции с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке. Через полгода он повторил эту акцию уже с Банком Франции. Во время поджога в здании были люди, они не пострадали, но Павленский получил три года лишения свободы, из них два условно.